Итак, Константин, у тебя огромный опыт, есть такой трэвл жизни. Во-первых, ты закончил в Инди университет. Да, Джима Холландер университет. Во-вторых, ты еще какое-то время там работаешь именно в какой-то культурной сфере как фрилансер, то есть основные фрилансеры работают какими-нибудь айтишниками, дизайнерами, у тебя именно какие-то культурные проекты, поэтому хотел тебя в рамках нашей чайной посиделки расспросить об этих вещах и как бы о путешествиях тоже. Хорошо. Для начала, вот интересная тема твоего университета вообще, какой там литингент, учитель студентов и вот эта интересная их политизированность, которая идет в развес, например, с той политикой, которая в данном направлении происходит. Ну да, это такой обширный большой вопрос в том плане, что, конечно, университет исторический, когда он был создан, Джима Холландеру в 60-е, он вообще возник на основе кафедры русского языка, то есть это, грубо говоря, был во многом проект поддерживаемый СССР и там до сих пор традиции коммунизма и социализма невероятно сильные. То есть там портреты Ленина, Маркса, иногда даже Сталина и Мау Цзюдуна можно найти в таких прям исполинских размерах. В той же самой библиотеке в первую очередь это будет вот капитал Маркса и слабой жижек какой-нибудь. Вот, то есть и эта повестка такая экстремально левая всегда, она всегда бы также была в оппозиции с правящим классом в Индии, когда это был Конгресс. Но плюс-минус каким-то образом диалог удавалось поддерживать, хоть он был такой консультационный, но диалог. С приходом уже к власти МОДИ и партии BGP, которые взяли курс на такую очень националистическую повестку, такую сильно правую, стало возникать все больше конфликтов, стало возникать все больше каких-то неурядиц. И в данный момент, в общем-то, можно сказать, университет находится в состоянии непрекращающейся войны со всем, что происходит вокруг. То есть правительство меняет ректора, правительство урезает субсидии, правительство урезает квоты. Университет из-за этого там постоянно организуют протесты, марши, походы к парламенту и постоянные какие-то выступления на альтернативных телеканалах, газетах. В общем, это непрекращающаяся такая идеологическая война. Ты как-то говорил, что там даже такие ультра-националисты английские делали какие-то пикеты возле вашего университета, и там чуть ли не до драки дело доходило. Я не могу сказать, насколько они ультра, но очевидно, что они были глубоко раздосадованы. Это было в контексте случая, когда отмечалась годовщина казни человека, который был индийской системой правосудия осужден как виновный в мумбайских терактах 2001 года. Но многие считают, что это было дело политизированное и не было реального расследования. Просто поймали какого-то условного мусульманина, обсудили его, потому что вроде как похож, подходит, и все. И с ним расправились. Соответственно, многие, особенно те, кто считает, что тема Кашмира, тоже сложная в Индии, те, кто поддерживает Кашмир и идею независимости или какой-то больше автономии Кашмира, они считают, что это был практически невиновный убиенный человек, потому что он был, по-моему, из Кашмира, если не будет. И на одной из таких встреч прозвучал лозунг «Свобода Кашмира», неизвестно кем, выкрикнутый. И это дало, в общем, для всех неожиданные последствия в виде того, что одни возмутились, что как вы опять пытаетесь нарушить целую сквозь Индии. И в конечном счете человек, который был организатором этого митинга, его отправили в тюрьму. Ну, как бы под его ответственность митинг, на его митинге прозвучал такой лозунг, его отправили в тюрьму. И это повлекло за собой вот целую череду. Одни протестуют против заключения его под стражу, другие потом протестуют против протеста. И, в общем, это такой снежный ком. И действительно, какое-то время люди настроены крайне патриотично по отношению к индийскому государству, как оно есть. Они стояли с индийскими флагами и блокировали центральный вход в университет. То есть другие там были маленькие открыты, то есть все равно попасть внутрь можно было, но не через центральный. И да, дисконтировали, в общем-то там, ну, что-то вроде славы Индии. И также то, что университет нужно закрыть, потому что тут живут антинационалисты, антинационалисты. То есть типа, ну, в общем, условно говоря, такие враги народа. Закройте место, потому что тут враги народа. То есть обычное население, оно воспринимает ваш университет как каких-то таких инопланетян. Ну да, безусловно. То есть для многих дылийцев и даже, ну, вот моих индийских друзей, общих наших индийских друзей, которые учились в Туле, которые не учились при этом дженью, они говорят всегда, ой, ну опять там этот университет, что-то они там замущаются, они так всегда типа делают. То есть это типа, они на самом деле вообще не индусы, это неправильные индусы, и на них не надо обращать внимания, они хотят вот разрушить страну. И на полном серьезе аргументы типа, ну, их же финансируют США и Пакистан, там же типа все преподаватели на самом деле, там, они получают деньги, да, а ты. Ну и какая-то такая дикая-дикая конспирология просто, которая, ну, просто создает образ некого, да, такой цитадели зла, какого-то, не знаю, агента Пакистана и прочее, прочее. Ну, что, конечно, просто дикость. Но финансируется университет на деньги государства, как и любой другой, да. Несмотря на то, что его политика сейчас, это такое, как бы, право, оно все равно, оно выделяет деньги на этот университет. Ну, они же не могут просто закрыть университет, который на протяжении, там, последних 50 лет, во-первых, являлся одним из самых ведущих университетов, особенно в гуманитарных сферах, то есть технических слабо, да, но история, литература, языки, это очень крупная база в джене. И также политологи, да, многие политики, они из дженни, поэтому... И все равно в Индии, как бы, правящая власть, правящая партия, она же не имеет полную монополию, да. То есть даже как в США сейчас трамп, да, он же не может сделать все, что он хочет. Он совершает противодействие какой-то, ну, как и везде, обычно, в нормальной политической среде есть борьба. И все равно эта партия сейчас, она не может просто взять и все закрыть. То есть поэтому они какие-то мелкие подлянки делают, они там чуть-чуть уменьшат стипендии, чуть-чуть там уменьшат финансирование. То есть они такие палки в колеса вставляют, вот совсем они не могут все перекрыть. То есть демократия в Индии, она, как бы, присутствует, да, многопартийность, демократия, конституционность. Ну, как и все в Индии, такой на грани хаотичности какой-то, но я бы сказал, что, наверное, да. То есть хотя там есть множество нарушений прав человека, опять же, в Кашмире и в таких регионах северо-востока, да, там Нага, Лэнд, Манипур. Там происходят разные вещи, и даже сложно сказать, что именно там происходит, потому что там это очень далеко. То есть там должен же быть кто-то, чтобы это свидетельствовать, что именно происходит, а там доносятся только слухи. Но так или иначе, плюс-минус, да. Ну, я заметил в Индии, знаешь, когда какая-то возникает какой-то небольшой конфликт локальный, и там, например, вот была волна митингов против изнасилований, потому что там, когда, например, какое-то возникает событие, народ сразу выходит на улицы, и вот у них есть какая-то традиция какого-то уличного такого... Выражения на себя, да? А расскажи про то, как ты поступил в этот университет, и немножко о своем учебе на гуманитарном смысле, насколько это тебе было интересно, что-то интересное было. Ну, как я поступил, это очень скучно. Я просто увидел, что есть программа такая, ICCR, которая называется. То есть это индийское правительство способствует тому, чтобы иностранцы приезжали и учились, и как бы для этих целей правительства выделяют какие-то деньги, да, то есть выплачивают стипендию, помогают с нахождением вуза и так далее. Для этого просто я приехал, подал в январе, кажется, документы, которые должны были быть официально переведены на английский, да, вот из вуза местного, особенно Штульского государственного университета, то есть дипломы и вот это все прочее, и сертификат о знании английского. Я подал эти документы, в июне мне только пришел ответ, что типа давайте через месяц все, приезжайте. То есть любой может бесплатно приехать и поучиться в Индии? Да, да, это довольно просто. Это надо брать на зону. Вот, а что касаемо самого процесса обучения, какие там у тебя были интересные знакомства, интересные преподаватели, предметы? Всегда обо всем, наверное, стоит говорить именно в сравнении, если сравнивать это с Тульским государственным университетом, но если немножко обобщить, да, что слышно там даже от людей, которые учились в Москве или в Питере, как правило, здесь отсутствует интерес к учебе с обеих сторон, да, ни преподавателям особо неинтересно, ни студентам особо неинтересно, что происходит, потому что все понимают, что это какая-то формальность и что-то какой-то ритуал, который нужно так вот отсидеть, сыграть свою роль и потом спокойно разойтись и заняться уже реальными делами. То есть там наоборот, то есть и студенты реально вовлечены, это реальная конкуренция, чтобы поступить, они пишут все эти вступительные экзамены, конкурс дикий, то есть как бы если ты поступил, то тебе реально повезло в каком-то смысле, и это ценится, что вау, я поступил там в Дженни, но не обязательно только в Дженни, да, но в принципе хороший вуз, это ценится. И люди поэтому стараются, они реально выкладываются, они посещают и стараются участвовать в этом. И сам процесс он более тоже демократичен, он более построен на каком-то диалоге, то есть лекции, понятно, да, это доминирующая форма, но в любой лекции всегда подразумевается какой-то хитбэк, что студенты что-то говорят, какие-то возражают, спорят, и потом обычно этот спор переносится уже после занятия куда-то там, вот в сад, да, потому что там университет расположен на территории бывшего заповедника, это все там, все, леса вокруг ходят, павлины, какие-то олени, лани, в общем, это вообще на самом деле такая идиллическая тоже картина, вот, и потом все это из класса выносится на улицу и продолжаются какие-то споры идеологические, теоретические и так далее, вот, то есть я думаю, это главная разница именно в отношении к делу, то есть это никто не отбывает номер, то есть для преподавателей получить там место, это сложно, и они из-за него держат, они его ценят, и они почти всегда заинтересованы в том предмете, о котором они говорят, и то же самое студенты, там никто не поступает, типа, ну, блин, я больше никуда не прошел, вот баллов хватило на это, поэтому вот я тут, то есть все, как бы, как правило, знают, почему они здесь, ну, плюс-минус, они с интересом занимаются тем, как бы, что предлагается. Туда сами индиции поступают на бюджет, там нету платного определения? Ну, там есть платное тоже, но, в принципе, если я сейчас не совру... Какое там соотношение? Там, короче, нет, соотношение, там большинство, конечно, на бюджете, а те, кто на платном, там плата очень символическая на самом деле, то есть там просто какое-то ограничение по местам есть, то есть все равно там они наберут 40 человек, просто потому что они платят, вот, то есть индиции платят, ну, кажется, в семестр, ну, где-нибудь в районе 100-200 долларов, ну, не больше, то есть, ну, с год это получается 200, там, 300-400 максимум, вот, то есть, в принципе, это очень дешево, индиции, ну, как бы, сравнительно, да, понятно, что даже это не все себе могут позволить, но это как бы сравнительно доступно. Ты, вот, у тебя такая мысль была, что в твоем университете, который ты, Джо Храу Нейро Университет, что там атмосфера вот этого, мая 68-го года. Ну, это такой идеал, да, я бы сказал, да, он до сих пор там давлеет, да. То есть, получается, с одной стороны, там какой-то этот университет, его открыли при участии советско-индийской какой-то, какой-то проекта. И с другой стороны, как бы, университет еще вдохновляется таким, как бы, западным марксизмом, то есть, там как-то две ветви соединяются. Ну, в общем, я думаю, что, объективно говоря, советский марксизм или советский коммунизм там никак не представлен, в общем-то, как и нигде. Вот если тебе придет что-нибудь на ум, мне нет, если мы скажем, какая есть теория коммунизма там выработанная будет второй половине 20-го века в СССР, там же особой теории нету, никакой. Это все, как бы, наработки, там мучили Ленина, мучили Маркса, в общем, а сами ничего нового не вырабатывали. И в этом смысле получается, что в чаянии всех вот людей 60-х, итальянцев, французов, да, в первую очередь, они скорее заложили почву для того, что сейчас там понимается как левая идеология. И, как бы, вот, поэтому я думаю, это неизбежно, что они тяготеют именно вот с одной стороны СССР и коммунизм, с другой стороны, все идеи и все концепты и теория идет из Франции и так далее. Или там в Италии, если берем Агамбена и кого-нибудь еще. То есть, в принципе, это современное такое, современное гуманитарное учреждение, в котором учитывается опыт вообще всего философского левого дискурса 20-го века и какие-то происходят новые осмысления. Ну да, они пытаются это делать примерно так, да, то это, в общем-то, их задача. И на самом деле, опять же, сложно говорить, да, то есть я, допустим, был на факультете искусства и эстетики, да, но вот, насколько я понимаю, на философском факультете там очень много и формальных вещей, то есть как бы они изучают формальную логику или там они изучают немецкую философию классическую, то есть там все это тоже есть. но общий драйв какой-то, да, который, так скажем, тикотеет над всем, в общем, даже если это социология, даже если это психология, вообще любое направление, даже если это какие-нибудь, там, не знаю, биотехнические науки, все равно это вот такая, да, подоплека вот леватская 60-х, вот грубо говоря, до сих пор вылезает. То есть Делёс, Дорида, Фуко, ну вот это как главные из толпы в конечном счете, хотя Маркс, понятно, тоже под всем этим, он как бы его, о нем меньше говорят, он просто как некий такой уже символ, нависающий над всем этим. А у них есть там литература на русском языке, если это как-то? Есть, немножко мы, потому что там есть кафедра русского языка и литература на русском языке в основном относятся к этим людям, которые изучают русский язык. А какого плана литература, это какая-то классика русская? Это в основном классика, там от Горького и Платонова до, там понятно, Толстого, Пушкина, Достоевского, и коммунистические тексты, и то есть тоже все это есть, там есть, опять же, Маркс на русском, есть полное собрание сочинений Ленина, по-моему, даже Сталина, там есть какие-то там, то есть там, в общем, там вся советская классика на месте. А потому что, я думаю, Советский Союз щедро все это поставлял, я думаю, они, думаю, не скупились на поставку книг. Кто, например, из современных политиков индийских, так сказать, из выпускников этого университета, вот какие там сейчас известные политики есть? Сейчас в данный момент тех, которые я бы назвал так сходу, я не скажу, но я могу сказать, что есть забавный факт, что оказывается почетным профессором науки и что-то этого университета является Медведев, он в каком-то году, там, 2010 или 2011 был, и ему дали такой вот Филькину грамотный, типа, как почетный ей профессор. Интересно. Причем, как бы, вот я заметил, когда я был в Гималаях, как-то у меня спросил один такой рандомный случайный персонаж, откуда я, я сказал, что я из России, у него раскрылись глаза, он так удивленно начал говорить, что «О, Россия, там же началась мировая революция». Революция воспринимает, несмотря на то, что нас как бы уже нету, это идеология, многие здесь, они считают, что это как бы продолжение то, что у нас происходит. Да, они до сих пор почему-то ассоциируют Россию, не просто с СССР, а именно вот с СССР 20-х годов, то есть такая же утопия, как 60-е во Франции, такая же утопия, как СССР 20-х, когда вот это вот бурление там разных идей, когда все это, такие были странные сплавы, там всевозможных феминистических, анархистских движений, когда все это еще так было живо, да, вот у них какие-то такие представления. Слушай, а тогда, может быть, ты расскажешь про свой опыт участия как наблюдателя на выборах, ты интересно рассказывал про моменты, как приезжают там, например, русские кришнаиты и что они там делали. Да, нет, это было очень забавно, да, вот когда были выборы в марте, да, президента Российской Федерации, очевидно, что при посольствах и при представительствах в Индии как бы всегда граждане Российской Федерации могут прийти просто со своим паспортом и проголосовать. То есть это Дели, Мумбай, Калькутта и, в общем, еще были выездные голосования в этом году. И действительно, ну, как бы я там был просто наблюдателем Телли, я был поражен, когда увидел из ИСКОН, такая небольшая делегация в составе трех человек в одеждах саньяси при полном параде. Они не просто пришли там тихо проголосовали, они, очевидно, привлекли внимание всего участка, там была какая-то пресса индийская, они сразу побежали с ними камерами, стали брать интервью и на что представители ИСКОН сразу стали рассказывать, что вот они пришли проголосовать за Путина, как он там поднимает страну, побежали фотографироваться с флагом, побежали фотографироваться с портретом Путина. В общем, это было такое, ну, практически что-то сюрреалистическое в этом, потому что они все смотрели с такими глазами, даже представители посольства, в общем, явно не ожидали от них такой прыти и такой вот заряженности на восславление подвигов Владимира Владимировича. И еще интересно, да, действительно, что в этом году впервые из Калькутты было досрочное голосование в Маяпуре. Маяпур, который является, можно сказать, официальным центром мировым ИСКОН, да, как организацией, там проходили выборы президента Российской Федерации прямо на территории, собственно, их храмов. И тоже, в общем-то, очевидно, немало русских проголосовало, как я понимаю, где-то в районе 70-80 человек. Я тоже думаю, что, в общем, они голосовали за главного кандидата. А религиозный центр, который находится в Индии, туда специально привезли оборудование голосования? Урны, людей, бланки, все, да. Все дружно там проголосовали за Путин, да. Ну, я не знаю, там как бы результатов непосредственно оттуда, я не знаю, они все смешались потом с результатами из Калькутты. Но да, я думаю, там было все как и везде. То есть из 70 человек, наверное, там 60 проголосовали, как надо. Это интересно. А ты еще, говорила, в одном году там в ГУА организовали. И в ГУА тоже был выезд первый раз, да. Но если в Майпуре там, в общем-то, не такое большое количество людей, да, 70 человек, скажем, или 80, то в ГУА был совершенно невероятный наплыв, которого никто не ждал. То есть из Мумбаи поехало два человека туда, а проголосовать пыталось больше тысячи, чуть меньше, чем полторы, то есть где-то в районе от тысячи до полутора. И два человека с этим никак не справлялись. И люди стояли в очереди. То есть люди не просто там пришли и проголосовали, то есть люди готовы были стоять в очереди на жаре, в ГУА, как бы в марте, там уже нормально, там, ты представляешь, температура под 40. И они ждали, ну, часами, там очереди были часовые, чтобы проголосовать, отдать свой голос. То есть это просто неожиданно. То есть казалось бы, да, такой и крайдум шифтеров, которые вроде бы так по-эскапистски вроде все оставили, должны там тихонько сидеть на пляже, ни о чем не думать, пить какой-нибудь коктейль или там сунзи. Да, и не выстраиваются в очереди голосовать. Нифига, они приезжают, они же еще едут со своего пляжа, там, чтобы до Панжима доехать по дорогам Гуайда, там 30-40 километров, а пока доедешь, это тоже час-полтора-два. Вот надо доехать, дойти туда, еще встать в очередь и проголосовать. То есть это реально воля такая нужна. Может быть, им как раз они там уже настолько заскучали в своем доме, что им нужна была какая-то такая идея общности. Ось, да, вокруг которой они бы синхронизировались с кем-то. Может быть, но ведь в принципе-то очереди в представительство их посольства наблюдалось везде. В этот раз там были же фотографии, там были очереди в посольство в Берлине, очереди в посольство в Таиланде, там было безумное количество туристов, которые голосовало в Таиланде, просто безумное. И так далее, и так далее. То есть это было везде по всему миру, люди прям реально шли и готовы были взять то ли у них отпуск, то ли, если они тем более так живут постоянно, они все готовы были тратить свое время, чтобы в высшей очереди проголосовать. Загадка. Какой-то новый период, новый период в нашей истории. Ну, возможно. Так, Костик, а что у тебя там было с какими-то ты фрилансерами, каких-то фрилансеров, культурных проектов каких-то? Обычно же это бывает, ну, либо, как я говорил, либо айтишники, либо дизайнеры фрилансов в Индии. А ты как там занимался, какие у тебя были интересные подработки? Ну, да, нет, конечно, если бы был бы айтишник, наверное, было бы намного прибыльнее занятие. Ну, не такое интересное. Ну, да, наверное. Ну, в смысле, сто процентов не настолько интересное. А так, конечно, в Индии довольно много крупных международных кинофестивалей. И вот в прошлом сезоне самое значимое для меня было, я в первый раз попал на фестиваль в Кералу, в городе Тирвадан-Антапуром. И там почетным гостем фестиваля был Александр Николаевич Сахуров, которому вручали призы достижения в карьере. И у меня так повезло, так все совпало, что я оказался его личным переводчиком. И мы в течение, ну, примерно, там, недели, может быть, дней шести, я вот с ним был прям с утра до ночи на всех выступлениях, пресс-конференциях или там, куда он хотел путешествовать. В частности, его особо интересовало посещение школы и полицейского участка, чтобы понять, как работают институты власти, так скажем. Вот. И это был, конечно, удивительный опыт. Тем более, что для Сахурова это тоже был первый визит в Индию, первый визит в Азию. И всегда интересно наблюдать реакцию человека, который попадает в абсолютно другую среду. А тем более, когда этот человек, ну, так скажем, был художник, то есть он же тоже это как-то по-другому воспринимает. И забавно видеть вот эту реакцию, как это все на нем отражалось. Вот. Конечно, первый войдет был просто шокирован, да, а потом как-то проникся. Вот. Ну, и также был интересный момент, что Кералл – это в данный момент единственный официально коммунистический штат, да, где правительство, большинство правительств – это коммунисты. Там, ну, реально, ты нижайший, там Серп и Молот на главном шоссе из аэропорта по краям. И для Сокурова, который всю жизнь был таким антисоветчиком и боролся с советской властью, он приезжает такой, и он в шоке, в полном, потому что фестиваль организован тоже правительством штата. То есть, получается, коммунисты его там чествуют, прославляют, заставляют открывать сайты коммунистических партий, еще что-то, да, и он просто не знал, как к этому относиться тоже первые дни, он просто не понимал, как это так может быть, он вроде с коммунизмом боролся. Оказывается, коммунизм может быть такой совсем противоположный, который, наоборот, так скажем, в авангарде какой-то культурной жизни и таких идей прогрессивных, просвещенческих. В общем, это, да, был такой. И ты был ее проводником, да, вот в этом мире там? Ну, по большому счету, да. То есть, ты нашел ему школу, полицейские участки или какой-то? Не-не-не, я бы не нашел, нет, конечно, там, я был именно человеком, который на месте, то есть, мы приходили в школу, я переводил ему общение с детьми, с преподавателями, я, так скажем, ориентировал на месте. А так там были другие организаторы, другой парень, который, в общем-то, в широком масштабе там планировал, там, водитель, машина, как мы едем, то есть, как бы, логистику, так скажем, а я вот уже по ходу дела им посвящал бы в контекст, там, типа, это рынок, это там, такого вида рисунки, это там такая ткань, там, если когда был шопинг, например, да, ну и так далее. То есть, я погружал, старался показать ему контекст того, что происходит в данный момент, вот. А общую программу я, конечно, не планировал, потому что это еще куча времени, там, договориться с полицией, когда там идти, как получить разрешение, это же, тоже бюрократия. Потом какой-то кратуш или там соперничество он тебе не предлагал, кому какие-то проекты поучаствовать? Пока нет, не случилось, но у меня есть некоторая надежда, что, может быть, там уже он был не один, а уже с ассистенткой, она работает отборщиком. Она работала отборщиком на Венецианском кинофестивале, потом на Римском кинофестивале, сейчас есть такой первый китайский кинофестиваль, который сравнительно независимый, то есть там в Шанхае есть, но в Шанхае, как бы, тоже такая отдельная зона, а это прямо во внутреннем Китае, называется он Пиньяо, и его делает режиссер Дзя Джанке, вот, и там они, как бы, сейчас делают этот фестиваль, может быть, как-то там, я бы не удастся туда попасть, но это пока такой большой вопрос. Кстати, знаешь, какой я заметил момент интересный? То есть старейшее заведение примерно, как бы, к уровням ГУ, только для художников у нас, это Академия художеств Питера, вот, и там очень много студентов из Китая, то есть азиаты, которые, как я считал, они не способны как, ну, как бы, к академической, там, живописи к искусству, потому что они какие-то свои, там, ну, эти, теорики, да, они, оказывается, именно едут получать академическое образование, вот, и делают это, в принципе, вот, как бы, достаточно успешно, вот, и вот мне интересно было, вот у меня прямо из-за была мысль, почему именно китайцы так вот, ну, увлеклись именно такое, как бы, западным искусством. Мне кажется, все равно Китай, несмотря на то, что у них там есть такая ограничительная, да, политика и некая оболочка, в которой они живут все равно, интеграционные процессы, глобализационные процессы происходят, и неизбежно они с этим сталкиваются, и они, кажется, мне кажется, интернет интересно, они хотят это понять, не обязательно именно поменять свой образ жизни, но они хотят, вот, как-то с этим соприкоснуться и разобраться в этом, чтобы, может быть, как-то это деконструировать для собственного использования. Да, 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 и вот я смотрел поступительный экзамен в какой-то, потому что на академии именно в Италии, просто фотография, там огромная площадь, и там где-то тысячи, может быть, людей сдают экзамен, там такой коллективный, они сидят, тысячи людей с мольбертами и рисуют, как-бы, я был удивлен к тому, потому что, ну, как бы, там, то есть я считал, что, как бы, искусством может заниматься человек, который какой-то уже имеет определенную культуру, вот, а китайцы они, как бы, вот так резко взяли и вот в этом направлении, как бы, у него влиялись прям резко. То есть у них же не было именно такой традиции художественной, такой богатой, как у нас, да, то есть у нас там традиционно была какая-то там графика, и тут, у нас, вот это все проводит. Мне кажется, в этом, как бы, есть определенная сила Китая, что они способны аккумулировать свои силы и внимание на какую-то вот задачу, да, если они ставят, и потом они просто штурмуют каким-то непостижимым, невообразимым образом, который, в общем, сложно даже перевести как-то в контекст других народов, государств, культур, и им это обычно удается, по крайней мере, в истории новейшей. Да, да, они делают очень неплохо. То есть, как бы, это может быть искусство, это может быть инженерия, что угодно, может быть. То есть, современные искусства у них проекты тоже очень интересные, но, опять-таки, вот пытаюсь понять, Азия, она делает что-то новое, может ли она делать что-то новое, либо она может, как бы, брать какие-то шаблоны уже готовы и в этом достигать определенного такого дилотажа высого. Но, мне кажется, мы сейчас придем к вопросу еще более теоретическому, а что вообще есть новое? То есть, вообще, изначально, что новое, а что западное сейчас производит новое, а вообще, когда там производилось что-то новое? Это вообще вопрос, как бы, это новизны, мне кажется, он вечный, как бы, окончательного ответа не имеет. И я думаю, что и Китай, хотя и никакой там небольшой знаток по Китаю, совершенно, и Индия, и вообще здесь регион Юго-Восточной Азии, то есть от Таиланда до Вьетнама, да, они во всех смыслах, в экономическом, в эстетическом, философском, они представляют сейчас наибольший интерес, наибольший потенциал для развития вот каждого из этих направлений. То есть там самые, ну не самые, это всегда, конечно, в искусстве глупость сравнительной степени приводит, но там появляются режиссеры, которые делают что-то свое на нулевых бюджетах, там появляются как-то игришь художники, там в то же время выращивается кофе, в то же время там развивается туризм, там все-все отрасли, они в каком-то смысле имеют потенциал к очень серьезному росту. И практически в каждой стране, хоть Лаос, хоть Камбоджа, даже такие страны, которые имеют. То есть можно ждать от них какого-то прям прорыва, да, или там уже он идет, да, там в принципе и же азиатские режиссеры, да, достаточно хорошие. Да. То есть в изобразительном искусстве тоже может быть какой-то прорыв с их стороны, да, они там смогут нас удивить, возможно. Я думаю, они уже это делают, это вопрос только какой-то погруженности в контекст, я думаю, эти люди уже там есть и уже производят, творят и что-то делают, и вопрос только, насколько это доступно, понятно и насколько это заходит до нас. И в общем-то, я думаю, это все доверие. Китайцы периодически попадаются на арт-рынки, то есть я как бы их вышел работу, они делают это хорошо, но пока я там не видел именно какую-то прям уникальность. То есть вот Китай, допустим, я не знаю, но, скажем, о Тайване или Таиланде или вот другие страны. Кстати, в Индии была очень хорошая академическая школа, во-первых, там Британия была, ну, когда британская колониальная школа была, у них была, они, видимо, какие-то основы западного образования им заложили в плане искусства, во-вторых, там может быть какая-то поддержка была страны советской индийской дружбы, в то время, когда админ какой-то может быть преподавателем, студентом. Вот, у меня вот был в музее современного искусства в Делле, там вот период где-то, наверное, он заканчивается в 90-е, наверное, да, то есть у них тоже какой-то переломный момент произошел, когда пошла немного другая, но вот все, что делать до 90-е, то есть поколение таких 60-ников, 70-ников, 50-ников, это прям очень крутые работы, в таком академически пересмотренном академическом стиле, то есть видно, что у них была какая-то база, потому что они там творили прям с национальными какими-то элементами, и вот меня прям удивило искусство того времени. Да, это интересный музей, действительно. В Индии много, да, там, я думаю, и на юге Индии тоже есть какая-то своя традиция живописная, то есть, я говорю, в принципе, в этом регионе должны происходить, вот, не только в Индии, да, в самом широком смысле, в этом регионе самое интересное, в принципе, что может происходить в мире, мне кажется, должно происходить именно там, в ближайшие, там, не знаю, пару десятилетий, ну, мне так кажется, по крайней мере. А какие у тебя были еще культурные проекты, вот как ты там получил? Ну, в каком участвовании? Было забавно, был маленький фестиваль, он такой, можно сказать, зарождающийся в Дели, при одном, при очень крупном культурном центре, но там не было никогда кинофестиваля до этого, и я там вроде как помогал немножко, чтобы была хоть какая-то представленность российскими фильмами, потому что там, когда они делали в первый год, они от посольства России вообще просто не дождались ответа. Просто не было ответа? Ну, они просто писали, звонили им, но ответа не было, да. В этот раз я сказал, ну, давайте я попробую с ним на русском поговорить, но в итоге меня кормили обещаниями, но тоже ничем вообще никак не посодействовали, вот просто, то есть в итоге там своими силами мы там привезли один фильм Алисы Хазановой, который назывался «Осколки продюсера», его согласились отдать бесплатно, фильм «Аритмия» там по большой скидке после долгих уговоров там меня и индусов там параллельно их бомбардировали, их там продали по таким демпинговым ценам, а фильм «И любовь Звягинцева» привезли немцы, то есть просто немцы за свои деньги сами все сделают, вот, то есть потому что там частично продюсеры немецкие были и, в общем, они оказались в этом намного более заинтересованы, чем российская сторона. А вот смотри, российское посольство, ну, как-то вообще принимает участие в культурных проектах или… Нет, по моему ощущению, опять же, да, это очень характерный пример, то есть там очень много культурных центров при посольстве Франции, Италии, Германии, Австрии и, наверное, кого-то даже забываю, но, в общем, это нормальная практика, многие американская, безусловно, и британская, они делают и в свои маленькие кинофестивали, там не обязательно что-то суперзначимое, но они какие-то фильмы показывают, там призывают учить язык, и они всегда как-то друг с другом взаимодействуют, то есть, грубо говоря, это какая-то одна площадка, и они всегда участвуют в каких-то культурных проектах этого культурного центра и других, то есть, они участвуют в культурной жизни, да, столице индийской, а российское посольство, оно тоже все это делает, у них есть свои показы, курсы языка и прочее, но они просто живут трога в своем пузыре, то есть, ни один индус, то есть, мои там одноклупники, они же, ну, когда какой-то показ где-то там, о, там, во французском центре что-то показывают, можно сходить, такое можно услышать, чтобы такое сказать в российском центре нет, потому что информация об этом содержится, только в каком-то кругу избранных людей, которые посвящены, а так вот они и живут сами по себе, и они словно бы даже и не хотят, чтобы к ним туда кто-то попадал, то есть, формальность какая-то? Да, абсолютно, то есть, это не делается с каким-то реальным желанием кого-то к чему-то приобщить или в чем-то поучаствовать, для них это типа, ой, какой-то фестиваль, какой-то геморрой, ой, какой-то там DCP, в смысле жесткий диск там с фильмом под из Москвы транспортировать, типа, ну, зачем нам это надо? То есть, для отчетности им это надо, а больше ни зачем. Был показатель, например, в Керале, когда они, естественно, никоим образом не посодействовали, не помогли и ничего не сделали, для того, чтобы Соколов приехал в Индию, но когда стало известно, что он точно приезжает, они сразу активизировались, у них сразу в Тивоваданхапуру нашелся какой-то тоже там филиал культурного центра, его сразу куда-то стали приглашать, туда специально приехал глава культурного центра из Дели, он прилетел туда, чтобы, в общем, сделать фоточку с Сокуровым, а в итоге там получилась крайне некрасивая история, если вкратце рассказывать, то есть они приглашали Сокурова и всех членов ЧУРИ, типа, на специальный ужин для гостей фестиваля от российского там посольства, центра. В итоге мы туда приходим, а это оказывается какой-то фестиваль русской литературы 2017, о котором вообще никто ничего не говорил, там сидит куча русских каких-то из ниоткуда взявшихся, они читают какие-то стихи Пушкина, но это, в общем, культурная ценность мероприятия стремится к нулю из ниоткуда появляется вот этот как бы глава культурного центра в Дели, сразу с водкой типа, о, Александр Николаевич, он естественно в первый раз, а сразу фемильярничает, как будто они с ним старые друзья, типа, о, ну хорошо, наконец вы пришли, сейчас вы выйдете на сцену, вручите награды, что-то там прочитать вступительное слово, как бы вот он его сразу берет в оборот, типа, давайте, давайте, но потом, понятно, будут фоточки, типа, вот, и он, представляете, типа, Сокуров, Александр Николаевич, режиссер, гость нашего фестиваля, например, вообще никто ничего не знал, вот. Но самое смешное, что он же пригласил всех членов жюри, и с опозданием приходят еще 15 человек, которые, ну, тоже такие люди с определенным статусом, да, то есть, может быть, не такие там знаменитые режиссеры, но все равно они последние люди, и это же не важно, какие это люди, потому что просто люди пригласили на ужин, а они приходят, а здесь какой-то фестиваль, и они вообще не нужны, то есть на них вообще уже никто внимания не обращает, потому что цель была Сокуров, а все остальные просто по боку, они там где-то стоят, на них никто внимания не обращает, и все. И это было, конечно, довольно возмутительно, потому что, опять же, учитывая, что и сам Александр Николаевич здесь в очень тяжелых отношениях с властью и с Министерством культуры, а здесь его, получается, поднимают на знамена, типа, смотрите, вот наш фестиваль русской литературы представлен Сокуров. Ну, в общем, такие странные вещи. И вот такое они делают. А реальные работы... То есть, смотри, можно охарактеризовать то, что они как делают? Они ничего не делают, не способствуют, но они как бы наблюдают, да? Ну да. Наблюдают. И когда они видят какие-то там для себя моменты, которые можно выходить, они это используют? Ну, такое слово, вот как примазаться, да, вот примазаться, это да, они с радостью прям вписались. Ну, было довольно неприятно, там потом организаторы фестиваля с индийской стороны извинялись, они приехали, под ложным предлогом Сокурова со сцены увели, типа, ой, да, у нас очень важные мероприятия, мы совсем забыли, да, вам срочно нужно пройти с нами. То есть, мы в итоге там 30-40 минут потусовались, и потом так же резко ушли. А остальные режиссеры, которые были там? Они тоже ушли первыми. То есть, они захотели продолжать? Нет, они были возмущены и глубоко вообще оскорблены тем происходящим. Слушай, а может быть, ты в курсе, как там тенденция обстоит с посольствами, например, в других странах, которые там являются такими в сфере культуры топовыми, например, там, Италия, та же Франция, как там посольство, наверное, там по-другому себя ведет и культурные проекты там другие. Ну, там они просто поменьше, и если у них там нет какого-то бюджета, да, ну, они ничего просто особенного и не делают, да, то есть, как бы, они там функционируют формально, да, они как бы не заявляют никакой суперкультурной поместке, а еще, кстати, Корея и Япония у них тоже там такое широкое представительство. Получается, я говорю к тому, что, понимаешь, в России же не просто посольство, а просто посольство, ну, глупость него требует, если там маленькая депмиссия, почему они должны чем-то таким заниматься, нет. Но в России есть отдельный культурный центр, то есть посольство, культурный центр, это отдельные даже здания, это отдельные организации. Но все, что они делают, это вот какой-то один большой пузырь, пшик. Там был фестиваль русского кино, в котором я тоже как-то пытался помочь в привлечный день, предельно безуспешно, потому что на этот фестиваль привезли, ну, вот такой шлак, что не выговорить. Ну, в лучшем случае там было «Притяжение Бондарчука». А с худшей, там был фильм, который я не могу сломать, название, назывался «Песня Соноры», кажется. И это один из худших фильмов, который я, мне кажется, видел за очень долгое время. Это такой отборный трэш, который выполнен в стиле мюзикла на русском языке. И это очень больно смотреть. Трэш в плане... Это очень плохо сделано. Сначально трэш или плохо сделано? Это формально плохо сделано, то есть с точки зрения того, что... Потому что трэш был от хорошего, в принципе. Нет, это не хороший, не веселый трэш. То есть это весело первые 15 минут, потом становится уже очень грустно. То есть это снято с очень низкими бюджетами, доснято, кажется, что все с первого дубля. Какие-то тексты невразумительные. В общем, это все странно. То есть там история почему-то о диком Западе, мексиканцев, все сыграно русскими актерами. И поют они русские народные песни. Это все выглядит просто дико. Декорации там на уровне, я не знаю, просто какие-то пластиковые яблоки на заднем плане валяются. То есть ну просто чудовищно. Вот. И это привезли. И потом удивлялись, почему-то людей нет. Как-то... Ну, в общем, там была организация жуткая. То есть там менялось расписание показов за полчаса на начало показов. Ну, как так можно делать? Вот. Ну, в общем, просто нулевая организация. И непонятно, для кого это сделано. Но при этом на открытии этого фестиваля был Микинский. Микинский туда прилетел, выступал с речью. Но непонятно для кого. Потому что там на этом галоконцерте были представители посольства. И русские каких-то, которых понабрали индусов. Там было вот, не знаю, пять человек. И при том, что я пытался именно привлечь индусов, у меня очень плохо это получилось. Я был очень рад, что мне это не получилось, потому что было стыдно. Потому что на показе премьерном, после вот этих вступительных речей министров и начальников культурных центров, начался показ фильма «Большой» о Большом театре, который не такой плохой фильм формально, такой средний, проходной, такой, неважно, в общем, такая балетная драма. Не суть важно, суть важно то, что там на 15 минут примерно, думаю, не преувеличивая, что говоря, 15 минут, просто отключился звук. То есть фильм шел, звука не было. И я не был в зале, я фильм этот видал раньше, я там ходил, разговаривал с людьми, и я так смотрю, вроде звука нет, думаю, показалось. Потом еще смотрю, звука нет. Потом захожу, уже смотрю пристально, минут пять, ну реально звука нет. Я думаю, давно так я спрашиваю, мне говорят, да, минут 15-20. Я выхожу, говорю там ребятам, которые за техническую часть отвечали, типа, ребятам звука нет, пофиксить надо как-то. То есть, и только после этого, спустя еще там пару минут, это восстановили. А так фильм шел без звука, никто даже не шелохнулся, никто ничего не делал. И я, честно говоря, даже не знаю, то есть, ну как бы, это очень странно было. Сколько там людей было? В зале? Да. Ну, наверное, штук 400 было. Ну, в принципе, нормальная цифра. Да, ну там столько нагнали официоза. Всех как бы можно было, таких официальных лиц, всех представителей все были. Ну, под Мединского, там, свиты Мединского и прочее, прочее. То есть, как бы там. Ну, то есть, в целом там закрыто, как-то живет вот это вот Жизнь агрокультурного центра посольства. Очень. Да, ну, вообще есть очень, я не знаю, отчасти, может быть, русофобская ремарка, в том смысле, что я не особо вообще соприкасался с русским комьюнити в Дели, но вот как-то в конце апреля-мая так вышло, что мне пришлось познакомиться. И вот из того, что я слышу, там, в группах в WhatsApp и прочее, такие потоки генерируются, постоянно расизмы, типа, о, какие тупые индусы, как они раздражают, как они это не могут, то не могут. То есть, это пренебрежение, возможно, это чисто такая, ну, моя спекуляция на тему. То есть, возможно, она присутствует в работе в культурном центре, то есть, они их всерьез не воспринимают. Типа, какие-то тупые индусы, которые вообще ничего не знают, которые они еще не пьются, которые нельзя договориться, которые раздражают. И у меня просто, конечно, вопрос, типа, что вы делаете в этой стране, если вам здесь так тошно, то, может быть, вам просто не нужно здесь быть. Оказывается, как мне показалось, среди русского комьюнити у многих, не у всех, я знаю много людей, которые вполне себе нормально там живут, но у многих такие настроения, типа эти индусы, в виде второго сорта. Наверное, как колониальное правительство Британии, которое, когда направляли работать каких-нибудь чиновников из Британии в Индию, также, наверное, такая же политика нашей депмиссии. То есть они, видимо, каких-то чиновников в России приглашают, и они там смотрят на население, не зная культурного контекста, просто как на какой-то там, ну, как на бригенах. Ну да, но вот, например, там вообще ребята, которые в посольстве работают, они, на самом деле, нет, они по образованию, и они таких суждений не допускают, но все равно это странно, потому что они учились на ГИМО, там, на, скажем, персидском языке, да, и у них был там Ближний Восток направление, а их направляют в Индию. И практически вся депмиссия там, ну, она не заинтересована в этом регионе, она вне контекста этого региона. То есть, ну, почему так получается, я не знаю, но я, на самом деле, говорю об обычных людях, не которые являются официальными какими-то представителями, а просто вот народ, который вот приезжает, путешествует, там, живет зачем-то просто так, да, тоже там фрилансом какими-то занимаются, при этом у них такие проблемы. То есть, зачем этим заниматься там, если это так тяжело, для меня это загадка. То есть, смотри, получается, основы, ну, не основы, нет, но, короче, вот эти чиновники, которые работают в этой депмиссии, это какие-то люди, которых взяли, потому что у них есть определенное образование, там, тем более уровнем ГИМО, да? Ну, по крайней мере, с кем-нибудь удалось общаться, то есть, это такие, так скажем, там, помладше, да, сотрудники, вот, ну, да, просто вот у них практика, куда-то их направляют, потом они остаются, но они всегда надеются, что, наконец, их там через год переведут, типа, отнюдь, в этот момент. То есть, короче, есть смысл изучать персидский язык в ГИМО, да, чтобы попасть на работу, уйти, там, сделать нормальное и все. И потом надеяться, что тебя, наконец, заберут отцу люди. Ну, так вот. Не, ну, конечно, после ГИМО, там, как бы, работать в Индию, это не так респектабельно, как работать на подъеме в Санкт-Петербурге. Кстати, смотри, интересный момент, как вот культура наша существовала, например, в 20-м веке, в начале 20-го века, после революции, было же много очень, как бы, и со стороны официального правительства советского, каких-то там центров, да, и была альтернатива в виде белой эмиграции, которые там жили, в том же Париж, и держали какие-то там культурные, там, свои центры. Ну, это было как бы непривязано к какой-то бюрократии. И, в принципе, и те, и те делали там неплохо в то время. Вот, как бы, вот это интересный момент, не знаю, как сейчас, но, вот, как бы, русские, в принципе, не могут куда-то приехать. Да, да, да. Сделать там очень, в принципе, как бы, что-то интересное. Ну, с точки зрения, да, бюрократически, официально линия, это все мертво. То есть, даже когда Сокуров приезжал, как я понял, у них одно из требований, ну, не требования, а просьбы, типа, если вы будете нам, найдите нам помощника, там, переводчика, ассистента, не из посольства. Типа, вот, чтобы это был человек, не связанный с никакими официальными структурами. Поэтому я, как бы, в это удачно попал. Ну, интересно. Ну, да, то есть, как бы, так, насыщенный такой, в принципе, нас интервью, и что бы мы еще обсудили? Ну, уже часто понимают, что этого никто не будет слушать так долго. Да, ну, давай, может, какой-нибудь один последний, последний мысль, какую бы ты хотел, что тебя, ну, как бы ты прорезюмировал свой опыт работы, жизни в Индии? Я бы не знаю, это очень, когда попытки каких-то свести все к резюмирующим финальным словам, это часто получается очень банально, неизбежно банально, но иначе все равно не сформулируешь, иначе не скажешь, я говорю, у меня ощущение, что Индия в этом смысле, по крайней мере, опять же, для меня, очевидно, не для всех, это так работает. Это некий опыт освобождающий, то есть, в первую очередь, опять слова такие, как ментально, психологически и так далее, просто потому что общее настроение, общая атмосфера, общее состояние, оно совсем не такое зажатое, оно совсем... То есть, грубо говоря, ты себя просто чувствуешь свободной, и мне кажется, что может быть ценнее, чем вот ощущать эту внутреннюю свободу? Внутреннюю свободу, конечно, должна зависеть от тебя, в первую очередь, да, а не от внешних обстоятельств, но в то же время, это очень, как мне кажется, наивно отрицать, что как бы это может помогать или мешать. И мне кажется, в Индии это как раз помогает каким-то образом, если вы так чувствуете, даже если ты в Дели, даже от которого, в общем-то, мегаполис, и он также интегрирован там в жизнь планеты, это тоже там такой глобальный центр, то он тоже бардак, хаос, шум, гам. Тем не менее, именно на внутреннем состоянии это отражается совсем иначе, чем даже здесь, в Туле, который город вроде бы не как Москва, должен быть такой тихий, спокойный, почти провинциальный. Но вот нет, вот как бы вот... Там ощущение свободы и легкости, что, как мне кажется, самое ценное вообще. Ну, это, как говорится, индивидуально, кому-то очень тяжело. Спасибо тебе за то, что ты поделился своим опытом. Спасибо, что дал такую возможность так пообщаться. Я постараюсь это замонтировать, сделать, я думаю, первую часть интервью, которая не записалась на видео, можно отдельным файликом выложить. Да. С какой-нибудь картиночкой это тоже будет полезно узнать. А вторую часть... Фотографии мне протестов, как раз о которых мы там говорили вначале. Да. Слушай, ну, может быть, ты подготовишься к каким-нибудь фотографиям интересным? Ну, у меня телефон сгорел, у меня на телефоне были какие-то видео даже, но у меня телефон сгорел предыдущий, а на этом все пусто. Ну, можно посмотреть, что там найдется. Ну, так сказать, как бы человек, который это все видел изнутри, вот это... Ну, да, да, да. Ты туда попорочка-то сделала, ну, там, какие-то материалы о твоем университете бы подготовили для первой митчейства. Так, ну, все, Константин. Спасибо.